Африка. Второй фронт. И сегодня, как обычно, в это время мы поговорим о самых главных событиях на Черном континенте за прошедшие сутки. Министр иностранных дел Египта приехал в Иран впервые после Исламской революции 1979 года. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента. Поводом для визита стала церемония прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Исламской республики Абраимом Райси. Руководитель египетского внешнеполитического ведомства Самих Шукри почтил память Райси на церемонии прощания в Тегеране. Он встретился с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером. На встрече дипломат от имени президента правительства и народа Египта выразил искренние соболезнования в связи с гибелью Абраима Райси и сопровождавших его лиц. Шукри подчеркнул, что, цитата, «Египет стремится укрепить связи с Ираном». Дипломатические отношения между странами были разорваны в 1980 году, в том числе из-за подписания Кэмп-дэвидских соглашений между Египтом и Израилем, подразумевавших юридическое политическое признание Арабской республикой еврейского государства. Каир и Тегеран с 2011 года стали налаживать взаимоотношения. В 2012 году впервые после 1979 года действующий на тот момент президент Египта Мохаммад Мурси посетил Исламскую республику. Махмуд Ахмадинижат, президент Ирана в 2005-2013 годах, в последний год своей работы на посту главы исполнительной власти, совершил первый после революции 1979 года визит в Египет. В связи с эскалацией Палестино-израильского конфликта и начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года, позиции Каира и Тегерана, выступающих против дальнейшего роста напряженности на Ближнем Востоке, еще больше сблизились. 19 мая, напомним, в иранской провинции Восточный Азербайджан потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Ибраимом Раиси. Вместе с ним летели глава МИД Хосейн Амир Абдуллахьян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Табриса Мохаммад Али Аль-Хаша и начальник президентской охраны. Пять пассажиров и три члена экипажа вертолета погибли. На 28 июня назначены внеочередные выборы президента. Мы планируем подробнее обсудить визит египетского министра в Иран с политологом Ахмедом Мустафой. Пока что у нас проблемы с подключением. Насколько я знаю, в Каире сейчас перебой с электричеством. Будем надеяться, что господин Мустафа в ближайшее время к нам присоединится. Но хотелось бы несколько слов сказать о важности этого визита египетского министра в Исламскую республику. Стоит напомнить, что действительно Иран в последние годы укрепил свои позиции на Ближнем Востоке. В том числе благодаря так называемым прокси-войскам. Будь то геменские хуситы, ливанские хизбалла, хамас в секторе газа, шиитские милиции в Ираке. И это то, с чем нельзя не считаться. И, конечно, визит в Иран министра иностранных дел Египта знаменует собой, по сути, примирение и сближение между двумя странами на еще один шаг. Потому что, как отмечали и отмечают многие эксперты, между Тегераном и Каиром наблюдается по-прежнему недоверие, по-прежнему есть элемент неготовности идти на какие-то уступки. Например, в Каире сегодняшний день пока есть только дипломатическое представительство Исламской Республики, но нет постоянно действующего посольства. В Тегеране и вовсе нет какого-либо представительства Арабской Республики Египет. И, конечно, визит египетского министра, он будет способствовать сближению позиций, как в таких случаях говорят, не было бы счастья, да, несчастье помогло. И вот это горе для иранцев, которые, как отмечают египетские чиновники, они тоже разделяют, оно сближает позиции Каира и Тегерана. И можно сказать определенно, что для Ирана это важно с точки зрения укрепления его позиций в арабском мире. Тегеран давно стремится к тому, чтобы восстановить былые позиции, былые отношения с арабскими странами, в частности, с арабскими странами Персидского залива. Не случайно в минувшем году Иран пошел на сближение с Саудовской Аравией благодаря посредничеству Пекина. Тогда в марте были подписаны соответствующие соглашения. Затем произошел обмен посольствами. И вот этот шаг к сближению с Египтом – это тоже очередное свидетельство того, что Иран не желает ссориться с кем-либо в мусульманском мире, а более того, стремится воспользоваться той ситуацией, которая сейчас складывается вокруг Палестино-Израильской, в широком смысле арабо-израильского конфликта, где Тикеран продвигает свою повестку, демонстрируя себя в качестве, если не лидера, то одного из лидеров всего мусульманского мира. И, конечно, для Исламской Республики очень важно подчеркнуть дружественный характер отношений со всеми странами. Не случайно, скажем, на прощальную церемонию в Иран приехал и президент Турции, Режеп Тейп Эрдоган. Это тоже показатель высокого уровня доверия и отношений между странами. И Иран таким образом хочет продемонстрировать, что его деятельность на Ближнем Востоке, деятельность по поддержке различных, как их называют, прокси-войск, как я уже сказал, Хамас, Хизбаллаху, Ситы и Жесними, она, мол, не несет под собой ничего зловредного. И это, конечно, бьет по позициям союзников Израиля, которые, напротив, хотят продемонстрировать, что Иран ведет подрывную деятельность, что поддержка шиитских милиций из Балы Хамас – это то, что вносит элемент нестабильности и напряженности в регионе. И Соединенные Штаты, и другие союзники Израиля, конечно же, поддерживают еврейское государство в этой риторике. Но, с другой стороны, как мы видим, есть противовес. Есть почти что единая коалиция, единый фронт стран всего мусульманского мира. И практически как единое целое действуют Турция, Иран, арабские страны. Но, с другой стороны, очень показательно ведь то, что те страны арабского мира, которые особенно в последние годы пошли на сближение и установление дипломатических отношений с Израилем, они эти отношения не разорвали. В том числе вышеупомянутый Египет, который первый из всех стран арабского мира установил эти отношения, что впоследствии привело к разрыву всех контактов с Ираном. Стоит напомнить, что конец 70-х, начало 80-х годов – это только-только зарождение новой страны, новой республики, Исламской республики Иран. И идеология Исламской республики Иран во многом строилась и до сих пор строится на том, что она противостоит общим врагам. И как это декларируется с самых высоких трибун в Иране не только врагам Исламской республики, не только, скажем, врагам только шиитов, но всего мусульманского мира. И в этом смысле Иран желает преподносить себя как некий локомотив в мусульманском мире в противостоянии с Израилем. И не случайно, буквально месяц назад, произошло самое беспрецедентное на сегодняшний день обострение Ирана-Израильского противостояния, где арабские страны, с одной стороны, как сообщалось, сбивали иранские беспилотники и ракеты, с другой стороны, никто ведь однозначно не поддержал Израиль. Это говорит о некой двойственности и желании арабского мира сохранять баланс и не идти на какой-то прямой откровенный конфликт, будь то с Ираном или с Израилем. Арабские страны и Египет в частности, как один из лидеров арабского мира, занимают такую довольно взвешенную и осторожную позицию, не стремясь провоцировать кого-либо, не стремясь заявить о том, что они стоят на чьей-то стороне, хотя на Арабской улице, и в частности на Египетской улице, очень многие вам скажут, что нет никаких проблем в сближении с Ираном. А вот от Израиля, мол, нужно отдаляться как можно дальше. Это известная история, что руководители арабских стран не видят никакой проблемы в том, чтобы сближаться с Израилем, выстраивать дружественные, теплые отношения с Израилем. Это выгодно для всех. Очевидно, что те страны, которые установили отношения с еврейским государством, они от этого только выиграли. Но Арабская улица против. Арабская улица никогда не приветствовала сближение с еврейским государством. И руководители этих стран, они не могут с этим не считаться. И это, конечно, тоже накладывает определенный отпечаток. И, как следствие, те страны, которые были крайне осторожны в своих отношениях с Ираном, сегодня уже демонстрируют некое желание сблизиться с Исламской республикой. Потому что авторитет Ирана в странах Ближнего Востока за последнее время сильно возрос. Многие считают, что Иран чуть ли не единственная страна, которая по-настоящему противостоит Израилю. Мол, не только на словах, но и на деле. И в этом смысле некоторые арабские страны, скажем так, скорректировали свою позицию. Но ни одна из них, как я уже сказал, не пошла на разрыв отношений с Израилем. Потому что это крайне опасный шаг. Ведь устанавливая свои отношения с Израилем, каждая из арабских стран еще заключала сделку параллельно с Соединенными Штатами. Каждая из арабских стран, идея на сближение с Израилем, что-то получала взамен от американцев. Скажем, Объединенные Арабские Эмираты получили самолет F-35. Марокко получила поддержку Соединенных Штатов по проблеме Западной Сахары. Судан добился того, чтобы его армию, деятельность его армии, Вашингтон не считал как террористическую и так далее. Так что мы видим, что общая конфигурация в регионе, она сохраняется в своем прежнем виде. И никто не желает нарушать этот баланс. Но визит министра иностранных дел Египта в Исламскую республику Иран, он, безусловно, свидетельствует о том, что позиции меняются. И в ближайшее время мы, очевидно, можем увидеть совсем другой Ближний Восток. Давайте мы пока перейдем к другим темам. Будем надеяться, что Ахмед Мустафа все-таки к нам подключится. И мы обсудим с ним визит министра иностранных дел Египта в Иран, первый визит 79-го года. Пока перейдем к другим новостям. На африканском континенте Бенин заблокировал все пограничные переходы с Нигером в районе реки Нигер. Кроме одного. Об этом сообщило агентство АФП со ссылкой на свои источники в африканской стране. Отмечая, что Нигер с минувшего февраля полностью закрыл свои границы с Бенином для движения товаров. Нынешнее решение является следствием действий Нигера, заявил собеседник агентства. По его словам, только один переход в Нигер по мосту в районе населенного пункта Малангвель остается открытым со стороны Бенина. Однако он заблокирован с нигерской стороны. Экономическое сообщество стран Западной Африки, сокращенное КАВАС, летом 2023 года вело санкции против Нигера, где власти захватили военные в результате государственного переворота. Среди санкционных мер было и закрытие границы. В результате Бенин, через территорию которого от морских портов пролетает торговый коридор в Нигер, потерял значительную часть доходов, что сказалось на уровне жизни населения. В феврале текущего года ЭКОВАС отменила экономические санкции. Однако граница Нигера с Бенином остается закрытой. В начале текущего месяца правительство Бенина запретило заход национальной воды танкеров, которые должны были взять на борт нефть, недавно введенного в строй нефтепровода из Нигера к экспортным терминалам Гвенийского залива. 15 мая власти Бенина дали согласие на заход одного танкера, зафрахтованного компанией из Китая для погрузки первой партии нефти, поступившей по этому нефтепроводу. Двум другим танкерам, подошедшим к берегам Бенина, власти отказали вправе заходить в национальные воды. Нефтепровод протяженностью 1980 километров был построен при участии китайской национальной нефтегазовой корпорации. Протяженность границы между Бенином и Нигером составляет 282 километра. Она проходит по двум рекам Мекру и Нигер. Ну и здесь хотелось бы сказать несколько слов о том, что в Нигере действительно крайне непростая ситуация. По сути, вакуум безопасности, кризис безопасности, вакуум власти. И это не может не сказываться на отношениях с соседями этой страны. Дело все в том, что французские войска, французская армия, которая долгие годы способствовала поддержанию хоть какого-то порядка в Нигере, и покинула территорию этой страны. И новым властям в Нигере крайне трудно восстановить безопасность. Именно поэтому в Нигере так широко развернула свою деятельность, скажем, террористическая группировка «Исламское государство». Если мы посмотрим на так называемые вилаяты, филиалы исламского государства по всему миру, то как раз нигерский филиал – один из наиболее активных представителей исламского государства в Нигере, может быть, чаще всех в сравнении с другими филиалами посылают какие-то фото и видео своих преступлений на этой территории. Другим новостям почти 45% избирателей Южноафриканской республики намерены проголосовать за правящую в стране партию Африканский национальный конгресс, сокращенно АНК, на предстоящих 29 мая парламентских выборах. Об этом сообщила местная аналитическая служба The Social Research Foundation. За последние пять недель происходил поступательный рост поддержки АНК среди электората. Так, в начале апреля за АНК были готовы проголосовать 37% избирателей, заявил представитель корпорации. Он не исключил, что правящая партия способна вплотную приблизиться к показателю в 50% и даже немного превысить этот уровень, отметил глава СРФ Франц Кронье. На второй позиции по размеру поддержки среди избирателей находится оппозиционная партия Демократический Альянс 23,2%. Она опирается в основном на белое меньшинство. Затем следует партия ОМКОНТА ВСИЗВЕ, лидером которой является бывший президент ЮАР Джейкоб Зуман. С 10,5% борцы за экономическую свободу. 10%. На популярности МК пока никак не сказалось принятое 20 мая Конституционным судом ЮАР решение не допустить Зуму до парламентских выборов. Он стоял во главе общенационального списка МК и был из него исключен. Опросы показывают, что около 25% избирателей, заявивших, что готовы прийти на участки, еще не определились, за кого они будут голосовать. Основная борьба развернулась сейчас за голоса избирателей в двух наиболее густонаселенных провинциях ЮАР. Столичный Гаутенг и Квазулу Наталь, где сильны позиции МКОНТА. На них приходится более половины из 200 депутатов, которые избираются в Национальную ассамблею, то есть Нижнюю палату, по провинциальным партийным спискам. Еще 200 депутатов избираются по общенациональным партийным спискам. Согласно Конституции ЮАР, президент республики избирается парламентом. С момента краха в 1994 году системы апартеида АНК неизменно побеждала на всеобщих выборах и получала абсолютное парламентское большинство. А ее лидеры становились главами государства. Так, на предыдущих выборах 2019 года за АНК проголосовали 58% избирателей. АНК утвердила своего лидера и действующего президента ЮАР Сирила Ромапосу, кандидатом на пост президента на предстоящие 5 лет. Однако, в случае, если АНК не сможет набрать абсолютное большинство в Национальной ассамблее, ей придется искать партнера для создания правящей коалиции. Вооруженные силы Нигерии спасли 350 заложников, находившихся в плену террористической группировки Бока-Харам. Об этом сообщило агентство Associated Press. Со ссылкой на нигерийских военных вооруженные силы провели операцию в лесу Самбиса, который простирается вдоль границы Камеруна и Нигера и является основным местом укрытия боевиков. В результате военным удалось спасти 209 детей, 135 женщин и 6 мужчин. Их доставили в Майду-Гури, административный центр штата Борно, где освобожденных передали гражданским властям. По данным агентства, у некоторых женщин были на руках младенцы, которые, предположительно, были рождены в плену в принудительном браке с членами группировки. Одна из бывших пленниц рассказала, что многие женщины не решались на побег из-за опасений за безопасность детей. В ходе операции был ликвидирован ряд боевиков в группировке, но их точное число не называется. О потерях со стороны солдат не сообщается. Бок-Харам ведет активные боевые действия в Нигерии и в соседних с ней странах на протяжении многих лет, нападая на деревни и школы, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Исламистская организация известна массовыми похищениями людей, насилием над пленными, практикой ранних принудительных браков и использованием детей в качестве террористов-смертников. Бок-Харам или западное образование грех в переводе с языка хаоса – радикальная исламистская группировка, добивающаяся создания исламского халифата и введение норм шариата, исламского права на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения власти, а также против ношения западной одежды и всех других элементов западной культуры. В марте 2015 года Бок-Харам присягнула на верность террористической организации исламского государства. В последние годы нигерийские власти при поддержке международного сообщества усилили меры по борьбе с группировкой, добиваясь значительных успехов в борьбе с боевиками. Это была программа «Африка. Второй фронт». Меня зовут Руслан Сулейманов. Всего вам доброго. Оставайтесь на Сибиси. Руслан Сулейманов Руслан Сулейманов Руслан Сулейманов